Российский Минтранс ввел временный запрет на выполнение регулярных рейсов отечественных авиакомпаний в Турцию. Но уже завтра в Стамбул полетит пустой лайнер аэрофлота, чтобы вывезти пассажиров. На следующий день назначен первый рейс в Анталью. В ожидании самолетов россиян размещают в отелях, но до этого людям, блокированным в аэропорту Стамбула, пришлось провести много часов в атмосфере неразберихи и неизвестности. Репортаж Александра Лякина. Вот так в эти минуты выглядит стамбульский аэропорт имени Ататюрка. Сотни пассажиров из разных стран штурмуют кассы авиакомпаний в надежде узнать, когда вылетают их самолеты. Аэропорт открыт, но информация о вылетах крайне противоречивая. Поэтому туристы не могут ни уехать в отель и ни улететь. Нет нашего рейса в Туркесе-Рулае. Почему? Задержка рейса. Мы должны были улететь в 10.55. И вот из-за того, что сегодня ночью произошло такое событие в Турции, поэтому сейчас не могут еще нормализовать вылеты системы. Будет их задерживать. Поэтому мы в ожидании ждем вылета. Мы надеемся, что сейчас в ближайшее время будет налажено. Сказали, что присутствует наш курсов российский. Но мы его пока что не видели. Последнюю информацию о том, что происходит в аэропорту Стамбула, мы получаем от пассажирки Дарьи Ильиной, которую попытка переворота застигла прямо в зале вылета. Все это время она держала с нами связь и снимала на телефон все, что происходит вокруг. На данный момент мы простояли 4,5 часа в очереди, чтобы обменять наши билеты. Но нам их так не поменяли. У нас какая-то у них, точнее, внутренняя дискоммуникация. Поэтому мы все еще продолжаем ждать. Мы дошли, что получили. Через 4 часа мы их получили. Через 4 часа. По-прежнему людям почти ничего не сообщается. Еды нет, воды нет, размещения тоже нет. Что мы надеемся? Пока неизвестно, где нас будут размещать и где наш багаж. Поэтому все еще стараемся оставаться на позитиве. Сейчас мы встали в очередь на то, чтобы поговорить с нашими размещениями в отель. Людей снова много. Вроде очередь идет быстро. Надеемся, что быстро управимся, сможем улететь в свой багаж. Потому что до сих пор никогда нам ничего не сказал, где нам его искать. При этом и Аэрофлот, и авиакомпания Россия заявили, что оплачивают своим пассажирам отели. Авиакомпании успокаивают их, уверяя, что билеты, по которым они не смогли вылететь, не пропадут. Аэрофлот объявил, что билеты можно сдать без штрафов. Соответственно, они могут купить, находясь в аэропорту Стамбула, например, рейс на какую-нибудь турецкую авиакомпанию. Прилететь в Москву, вернуться и предъявить Аэрофлоту обратный билет, которым пассажир не смог воспользоваться из-за отмены рейса. В Анталии находится порядка 250 туристов, которые должны сегодня вернуться в Россию. Но рейсы не выполняются. Они находятся в отелях за счет туроператора и будут там находиться до разрешения ситуации. В Аэрофлоте сообщили, что их первый самолет в Стамбул вылетит только завтра вечером, а в Анталию 18 июля в понедельник. Кстати, вот так сейчас выглядит курортная Анталия. Все внешне спокойно, но в глаза бросается, что людей для этого сезона очень мало. О том, как в эти сутки живет курорт, нам рассказала россиянка, которая сейчас работает в Анталии. Сейчас большинство не знает, также отдыхают, все купаются в бассейне, на море. Обычные жители не выходят на улицу. Везде пусто, очень мало машин, очень мало автобусов, перевозящих людей. Аэропорт полностью стоит, дорога обычно там движения постоянные, нон-стопы, тропки. Сегодня первый раз я за 7 лет сколько здесь живу. Вижу то, что машин не было. На улицах можно встретить машины редкие. Из всех курортных мест Турции самая тревожная информация приходила ночью из города Мармарис. Именно в его окрестностях располагается резиденция Эрдогана. Сообщалось даже, что она была обстрелена. Нам удалось связаться с российскими туристами, которые были рядом с этим местом. Сегодня ночью мы проснулись от кулы вертолета. Этот вертолет стартовал, судя по всему, с дачи президента. И ночью с подушными огнями направился в сторону той Стамбула, той Анкары. Собственно, Анкара вон там. Дача президента. Вот там. За этим. Адмур. Между тем, в российском генконсульстве в Турции подтвердили, что до сих пор ни один самолет из Турции в Россию не вылетел. А все пассажиры, независимо от того, какой авиакомпании они прилетели, размещаются в гостиницах. Александр Лякин, Артем Тихонов, Юлия Ходорова, Игорь Агафонов, Первый канал.